Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркет с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим контент с основой технического анализа, фундаментальные посты для того, чтобы вы лучше ориентировались в ситуации на финансовых рынках и имели больше условий, аргументов в принятии торговых решений. За прошедшие торговые сутки ситуация на рынке особо не изменилась, но мы продолжаем наблюдать за мощным развитием бычьего ралли на рынке драгоценных металлов. Золото растет, текущие котировки 1883 доллара за тройскую унцию. Мы снова делаем акцент на индекс ограниченных настроений, расстановка сил не меняется. Более того, мы легко можем заметить, что растет количество продавцов и тем самым усиливает наше впечатление о том, что толпа очень сильно заблуждается, полагая, что должен произойти разворот на текущих уровнях. То, как активно откупают рынок драгоценных металлов, подстегивает интерес, докуда может вырасти этот актив. Я почти уверен, друзья, что золото в ближайшие дни не остановится даже на планке 1900 долларов за тройскую унцию. И только лишь на импульском рывке и прорыве довольно-таки значимого психологического сопротивления этот актив может оказаться существенно выше. Бывают времена, когда рынок раздает деньги. Возможно, сейчас это то самое время. И золото всем своим текущим поведением доказывает, что очень велика вероятность продолжения восходящего тренда. Новостной фон также не противоречит тому, чтобы золото наросло, сохраняющиеся геополитические риски, слабость доллара, который никак не может найти достаточное основание для укрепления собственных позиций и снижения доходности американских облигаций. Все это еще снизу поддерживается интересом со стороны институционалов. Я ранее говорил, что если сомневаетесь, есть ли этот интерес, всегда анализируйте отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Да, это статистика не онлайн, это данные с задержкой в одну неделю, но это все равно лучше, чем ничего. И очень хорошая тенденция. Институционалы увеличивают свои спекулятивные позиции, длинные позиции по этому инструменту буквально с конца сентября. Столь продолжительный период времени интереса к активу последний раз наблюдался много лет назад и, может быть, друзья, даже во время кризиса 2008 года, когда, как мы помним, золото как раз получило солидную поддержку. Индекс доллара 102.93, в принципе, те же самые уровни, что мы наблюдали накануне. По поводу ожидания рынка того, что будет монетарная политика Федрезерва, тоже ничего не изменилось за день. 80% трейдеров считают, что ставка повысится на 25 байтных пунктов. Следующее заседание состоится в феврале. Причем, стоит отметить, что было два комментария представителей американского регулятора. Во-первых, это президента федерального отдела ФРС Федерального резервного банка Сент-Люиса Бостика, который отметил, что ставка будет повышена, возможно, на 50 байтных пунктов. И также президент Сан-Франциско Мэри Белли отметил, что американский регулятор, борясь с высокой инфляцией, это, в принципе, то же самое, что я вам говорил уже много раз, американский регулятор будет обязан удерживать ставки высокими в течение длительного периода времени. Под длительным периодом времени подразумевается весь 2023 год и, возможно, даже два квартала 2024. Выступление Паула на симпозиуме, который был организован банком о Швеции. Кстати, я на этом же симпозиуме и выступил глава банка Японии Курота. Паула ничего нового не сказал, но при этом совершенно ни в одном из его комментариев нельзя было увидеть намек, сигнал в сторону какого-то подобия даже, отказа от жесткой монетарной политики и последующего ее смягчения. Поэтому я делаю вывод, что после выхода пятничных данных по Non-Farm Perils, несмотря на то, что многие увидели сигнал замедления инфляции в виде снижения годового показателя роста заработных плат, все равно отсчет сильный и он по-прежнему сохраняет большое пространство для американского регулятора в движении, которое предполагает дальнейшее повышение ключевой процентной ставки. Индексу доллара необходим дополнительный новый катализатор. Этим катализатором движения могут выступить заточные данные по инфляции, которые выйдут в 13.30 по GMT. Сегодня на фоне абсолютно пустого экономического календаря, возможно, американская валюта окажется под локальным давлением. Но индекс доллара – это инструмент, который не ходит активно. Это далеко не среднячок даже по показателям волатильности. Это инструмент, который нужно иметь в портфеле на долгосрок, если вы смотрите на фундаментальный фон с представлением того, что будет, например, с американской монетарной политикой через более продолжительный период времени. И лично я держу индекс доллара пока что в длинных позициях, потому что, как ранее отмечал, не собираюсь его шортить, пока ФРС повышает ключевую процентную ставку. Но тем временем, пока у нас индекс доллара с ожиданием какого-то более значимого фундаментального фона, есть другие идеи. Доллар-иена, которую мы шортим, 132.24 сейчас, ждем заседания Банка Японии на следующей неделе, точно будут пересмотрены прогнозы по инфляции. Я очень рассчитываю на то, что руководство все-таки прольет свет на будущий курс монетарной политики при уже новом руководителе. То есть смена преемственности власти произойдет в марте-апреле, когда истекают полномочия куроды. И уже отмечалось ранее, со ссылкой даже на сам Банк Японии, что определенные изменения в политике могут произойти. Под определенными изменениями я хотел выводить, что это скорее всего смещение в сторону жесткой монетарной политики, потому что давно уже пора из-за высокой инфляции. Ранее буквально мы обсуждали инициативы, которые были предложены премьер-министром Японии в отношении компании относительно индексации зарплат. Эти инициативы поддержаны, поэтому ждем, что рост зарплат, надеюсь, что так и будет, на величину выше инфляция, будет стимулировать дальнейшую потребительскую активность и логичным образом, органическим образом приведет дальше к росту инфляции, с которой нужно будет бороться с более высокой процентной ставкой. Для Банка Японии это очень актуальная мера, которая может помочь прям сразу, потому что Банк Японии это единственный регулятор, где ставка остается на отрицательной территории. Хотя бы до нуля, 0,1% ставку можно поднять. Поэтому эти решения будут в 2023 году. Но каждый раз, когда Банк Японии будет делать шаг в сторону ужесточения политики, поверьте, иена будет значительно укрепляться. Я не хочу, чтобы вы выпускали эти возможности. Цели – пробой поддержки 130 и движение ниже. Доллар канадец все так же без изменений, ждем поддержку 1.32. Рынок нефти до сих пор не трогаем этот актив, в частности, бренд, WTI, потому что динамика неоднозначная, да и котировки остаются на тех же самых уровнях, что и в конце прошлой недели. Вот низкая волатильность, может быть, это предвестник какой-то серьезной бури. Но лучше не ввязываться сейчас в непонятное настроение. С одной стороны, рынок рад, что Китай открывается, освобождается от антиковидных ограничений. Это, по идее, залог хорошего будущего и условий для восстановления экономической активности. Но с другой стороны, все знаем, что там происходит из-за ковидной темы. И вообще состоится ли этот сезон активных автомобильных поездок, авиапутешествий китайцев в период празднования лунного нового года в конце января. Тоже большой вопрос, я сомневаюсь. И считаю, что рано еще покупать рынок нефти, но и продавать с уверенностью тоже. Сейчас не самые хорошие условия. И что касается рынка криптовалют, были вопросы, что дальше. 17400 по биткоину. Я сторонник того, что рано еще покупать. Да, заманчиво сейчас после роста последние две торговые сессии поставить на дальнейшее восстановление. Но, мне кажется, слишком рынок оптимистично воспринял последние данные по Non-Farm Perils, если говорить, что на биткоин влияло поведение доллара. Поведение доллара и динамика зависит от действия американского регулятора и, собственно, настроения на фондовом рынке. Что касается отчета по Non-Farm Perils, на мой взгляд, как я только что отметил, он подтверждает, что Федрезерв может и дальше свободно повышать процентные ставки, не думая о негативных последствиях, связанных с рецессией. И раньше уже осознание рынком того, что ставки могут оказаться еще выше, топили фондовый рынок. Настроения могут быстро измениться для фонды и сейчас, поэтому следом за потенциальным снижением NASDAQ, Dow Jones и S&P под давлением может оказаться рынок криптовалют. Ну и, конечно же, более близкая тема рынка криптовалют – это последствия банкротства биржи FTX и финансовые проблемы других компаний, которые связаны с криптовалютной индустрией. Тоже не забывайте, что очень много вопросов. Очень много сейчас светится того, что следом за биржей FTX могут оказаться и другие значимые, серьезные игроки, которые входят даже в топ-20 криптовалютных бирж. Ну, за этим новостным фоном мы следим. Каждый день, собственно, записываю контент. Если будут какие-то новости, обязательно расскажем. Но пока что настроение больше располагающее к продажам. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!